Всем здравствуйте. Рада быть снова с вами. И с огромным удовольствием сегодня расскажу про эту тему, потому что она очень часто всплывает в разных аспектах. И еще сегодня скажу вам, что у меня только что, ну как только что, ну в 7 часов у меня был эфир с контактерами. То есть и до этого, я и сейчас в принципе не особо понимаю, кто это такие. Вот, ну как бы до конца не понимаю, но достаточно такие интересные люди. И был с ними эфир, очень было приятно с ними пообщаться. В основном они мне рассказывали про меня. И если там все участники нашей сессии дадут согласие, то я этот эфир выложу в открытый доступ на моем канале, и можно будет посмотреть, что это такое. Для меня это был новый опыт и достаточно такой интересный. И, конечно же, с огромным удовольствием его, если что выложим. Вот. А тема сегодня... Так, как в чат, чтобы посмотреть, какие вопросы. Тема сегодня «Помощники беспомощные». Почему я хотела именно вот эту тему озвучить? Потому что очень много... Мы уже, наверное, все знают, что у нас есть бесплатный чат, где там ребята делятся своим опытом. И мне очень часто приходят такие вопросы, как бы, Светлана, как так? Вот я вот весь такой хороший, мне нравится помогать людям. И когда вот этот разговор идёт о том, что мне нравится помогать людям, мне интересно помогать людям, я вся или весь отдаюсь помощи людям, чаще всего это бывает потому, что мы не можем, не умеем отдаваться самому себе. Наверное, меня после этого эфира и на эфире многие как бы раскритикуют, но тем не менее, кто не готов принимать те аспекты, которые существуют в нём самом, то это уже как бы... Это ваша проработка, это уже не столько моя. Сколько я могу сейчас дать, я вам, конечно, с удовольствием дам. Что такое беспомощные помощники? Это те люди, которые не могут себе помочь, и они компенсируют это через помощь другому. То есть помочь себе – это достаточно трудоёмкий процесс. Помочь себе – это не просто помочь себе, помочь и всё. Это не просто там дать на хлебушек те денюжки, которые там ты заработал, и всё. И давай, мальчик, иди, то есть ты выполнил какую-то миссию, получил себе какую-то галочку, и ты замечательный человек, ты сделал какое-то доброе дело. А вот это проще сделать, это как будто бы как... не знаю, как отмахаться от себя, что ли, так. Потому что когда мы говорим о помощи самому себе, чтобы себе помочь, нам нужно узнать себя. Чтобы узнать себя, это нужно принять все свои какашки. какой я есть, какой я нехороший, какой я хороший, какой я в каких ситуациях, как я себя делаю. То есть чтобы узнать себя, это нужно настолько погрузиться в самого себя. И вот эта вот напускная картина, что вот я весь для других, я весь такой хороший, она сразу же отваливается. Когда ты начинаешь узнавать себя, ты начинаешь понимать, что ты хочешь. И когда ты понимаешь, что ты хочешь, чаще всего это даже несоотносимо с теми вещами, что ты думал, что ты хочешь. Вот. Я уже не раз говорила, что нас, для нас, как минимум трое. Это первый я, это тот, который нам сказали родители, да, вот, когда нас приучили, вот ты такой, вот ты такой, вот у тебя вот такие вот качества, вот ты вот в этом хорош, ты вот иди вот в эту профессию, там, в эту учебу, там, еще что-то. То есть это те яркочки, которые нам навешали наши родители. Первое. Потом второе, это то, что наши близкие, наши друзья, которые видят нас по-своему. Мы в их глазах тоже читаемся по-своему. И они нам говорят, вот ты такой, ты такой, ты такой. Мы такие, да, я такой, я такой, я такой. И третий человек, когда, третий я, это тот, когда мы берем вот это вот все в сухом остатке и начинаем выбирать то, что мы себе действительно думаем, что да, я такой. Это знаете, когда читают люди гороскопы, вот очень многие люди, которые верят в гороскопы, там, еще во что-то. И вот они читают, и вы посмотрите, что каждый гороскоп, он всегда, ты всегда в нем видишь 50 на 50. 50% правды, 50% не то, что я хочу увидеть. И он говорит, да, вот этот вот, конечно же, хорошо, вот гороскопы там структурируют, да, вот он подходит мне, вот он всегда говорит то, что вот, то, что мне подходит. Это не говорит о том, то есть один человек про всех людей, рожденных в определенное количество дней, в разные годы, в разное время, в разных регионах, в разных там концах уголка, как он может сказать про этот гороскоп? Естественно, это всегда, у нас нет процентовки на самом деле 30 на 70, 80 на 90, у нас есть процентовка всегда 50 на 50. 50% подходит, 50% не подходит. Это однозначно так всегда. И как раз вот мы, когда мы начинаем себя собирать, мы собираем себя из того, что мы видим. И вот эти вот 50%, которые нам ложатся на душу, мы говорим, это я, это вот точно я, вот это вот мне подходит, это подходит, это подходит. А потом бывают такие ситуации, ну, например, ты себя видишь на камере. И когда ты себя видишь на камере, это сейчас мы все привыкли, там селфи, эфиры, там еще что-то. Мы уже себя там, ну, нормально так относимся, даже там без фильтров, без косметики кто-то уже там себя может принимать. Ну, девушки. И это уже для нас такая норма стала. Но изначально, когда вот этого не было, вы себя как принимаете? Вы себя увидели на камере, думаете, о, боже мой, да я же вообще не такая. То есть ты же смотришь на себя в зеркало, ты так поправишься, ты так поправишься, там волосики как-то там подмандятишь, там еще что-то такое. Ой, вот прям такая красотка, да, это я. А потом смотришь на камеру, думаешь, боже мой, это кто вообще? Волосы растрепаны, какой-то второй подбородок, какая-то вся сутулая. Думаешь, да вообще не я. Я вот сейчас к зеркалу подойду, а там вот буду я. А тут вообще непонятно, что за человек. И ты понимаешь, что все вот это вот, что сказано, как бы не совсем коннектится с тем, когда тебя врасплох застает. Думаешь, блин, нифига себе. И когда мы начинаем себя узнавать, мы понимаем, что то, что мы для себя, себе придумали, нифига не так. Мы понимаем, что, блин, там, ну, максимум 50% правды. Потому что то, что мы любим, то, что мы думаем, что мы любим, когда мы начинаем себя познавать, мы думаем, ну, как бы, да, я это люблю, ну, вот я бы сделала лучше, вот сейчас бы сделала вот так вот. Или сделала. И когда ты начинаешь себя копать, особенно когда ты начинаешь просыпаться, пробуждаться от каких-то теорий, от каких-то ярлыков, от чего-то еще, первое, кого ты себя видишь, в себе видишь, это, ну, такого негодяя. То есть ты понимаешь, оказывается, что ты вот этому делал хорошо не потому, что ты ему хотел сделать хорошо, а потому что ты хотел в глазах какой-то общественности, определенного круга людей выглядеть хорошим. И тебе это доставляло драйв. Ты думал, что, ой, вот я вот такой вот клёвый, как бы классно. Но на самом деле ты не для него это хотел, ты это хотел для себя. И все, что мы делаем в нашей жизни, мы делаем это для себя. И только когда мы по-честному начинаем признаваться, что мы все, что бы мы ни делали, мы делаем это для себя, только после этого начинает выстраиваться по кирпичикам наш мир. И только после этого мы понимаем, что когда мы делаем это для себя, мы делаем это максимально качественно. И те люди, которые выстраиваются вокруг нас, они тоже выстраиваются максимально качественно. То есть это те люди, которые нас принимают. Это те люди, с которыми мы хотим идти дальше. Это те люди, от которых мы можем получить какой-то новый заряд какой-то энергии, новую информацию, новые эмоции, новые чувствования. И мы очень чётко начинаем выстраивать вот этот вот круг. Но чтобы его выстроить, мы же должны как-то убрать предыдущий круг. И понимая это, мы не всегда готовы идти к самому себе, потому что мы несколько лет выстраивали те отношения, которые у нас сейчас существуют на данный момент. Те отношения с теми людьми, они, с которыми нам приятно общаться, с которыми нам комфортно общаться, с которыми нам удобно общаться. И в одночасье их отбросить, потому что мы понимаем, что мы хотим не удобства, а хотим какого-то иного, более глубинного качества, мы не всегда к этому готовы прийти. То есть мы понимаем, что отбросив одних людей, мы оставляем себе кровоточащую рану, которая сначала должна залечиться, затянуться, а после этого на это место мы должны себе впустить, можем туда себе впустить достаточно качественного человека, который будет занимать это пространство. И это, во-первых, время, во-вторых, это не очень приятная процедура на первых этапах. Поэтому не каждый готов именно идти к познанию самого себя, истинного самого себя. И вот когда мы не готовы идти к истинному самому себе, мы тогда начинаем идти через лукавство для самого себя. И тогда мы начинаем, чтобы не акцентировать внимание на себе, чтобы не возвращаться к самому себе, мы начинаем акцентировать внимание на ком-то ещё. А как мы можем сконцентрировать внимание на ком-то ещё? Мы можем ему помочь, мы можем его одарить добром, который не факт, что ему нужно. Мы же всегда, когда мы делаем какое-то добро, мы всегда это добро делаем не для него, мы всегда это делаем для себя. Для галочки самого себя. Для галочки того, что там как бы да, я готов тебе сделать что-то хорошо, но чтобы там, либо ты мне чтобы сделал что-то хорошее, либо чтобы прочувствовать что-то хорошее. Потому что очень многие там все, наверное, слышат там я тебе отдала, отдал лучшие годы своей жизни. Или там говорит и тоже у меня девочка была, она говорит, я вот постоянно делаю ему хорошо, ему, ей, не важно. И я же это делаю с любовью, я же это делаю с полной отдачей, но как он не видит? И вот эта вот козырная фраза «как он не видит», это всегда говорит о том, что ты хочешь что-то взамен. Когда ты отдаёшь это из цельности себя, из того, что ты настолько самодостаточный и цельный, тебе абсолютно не важно, как он на это смотрит, тебе абсолютно не важно, как он это видит, тебе абсолютно не важно, как он на это реагирует. Ты просто отдаёшь, потому что тебе это хорошо. Ты отдал и пошёл, и тебе от этого клёво. Когда ты отдаёшь что-то и думаешь, что мне как бы ничего взамен не нужно, но ты хотя бы там спасибо скажи, да, это уже говорит о том, что ты это делаешь не для него. Ты это делаешь для себя, чтобы поставить себе очередную галочку «я молодец». И вот когда мы можем отдавать вот эту вот помощь какую-то или энергию, то есть помощь мы даём только беспомощным. Помощь даётся всегда либо беспомощным, либо беспомощным. То есть либо ты сам беспомощен, и ты даёшь помощь, либо ты даёшь помощь беспомощным. Если ты себя окружил беспомощными, ты будешь давать помощь. Если ты сам беспомощный, ты будешь давать помощь. Всё остальное ты будешь давать изобилие. Поэтому, когда вы пытаетесь кому-то помочь, всегда вспоминайте, а вы действительно готовы этого человека поддержать в его слабости. Сильному человеку помогать не надо. Сильного человека, если он куда-то попал, вы будете с огромным удовольствием наблюдать, как его сила проявляется в каждом его движении, в каждом его шаге, в каждом его слове, в каждом его пространстве будет проявляться его сила. И вы можете на это смотреть и просто наслаждаться. Вы будете понимать, что это настолько сильный человек, он не нуждается в помощи. Он великолепен во всех проявлениях. Как только вы чувствуете, что вы хотите кому-то помочь, сразу же говорю, это не касается детей. Давайте будем так. Детей особенно до 16, до 18 лет. Это точно не касается, потому что это ваш единый круг, это ваша единая опека. Но здесь тоже некоторые аспекты есть, но мы пока про них не будем говорить. Но как только вы понимаете, что вы говорите, но я вижу, что ему нужно помочь, это всегда говорит о том, что вы видите, что он слаб, что вы видите, что вы стоите на ступеньку выше его, что вы готовы ему помочь, что вы уже себя поставили важнее, чем он, вы уже готовы его вытаскивать, потому что вы на своем осознании чувствуете, что вы лучше, чем он, что вы готовы его оттуда вытащить. И как бы вы его не вытаскивали, даже это лучший друг, он с вами продружил там все ваши сознательные годы. И когда вы его вытаскиваете из какой-то передряги, если… Я не говорю, да, давайте не будем брать там собутыльников, как бы это грубо ни звучало. Я буду брать осознанных людей. Если вы осознанный человек, помогаете осознанному человеку, то как бы эта ситуация ни сложилась, в дальнейшем у вас всегда на подсознании будет крутиться, что я ему помог, я в этой ситуации был выше, чем он, даже если вы себе побоитесь в этом признаться. А он всегда будет крутить в своем подсознании, даже если он побоится себе в этом признаться, он всегда будет в вас видеть то, что вы в конкретной ситуации были выше его, что он был ниже вас. И если будут какие-либо похожие ситуации, то эти похожие ситуации будут всегда вызывать между вами неосознанный резонанс. То есть всегда будет дискомфорт, потому что на подсознании будет вот эта вот борьба, вы выше, он ниже. И наоборот, точно так же, если вам, например, в какой-то ситуации помог ваш лучший друг, вы его не сможете никогда, если вы будете по-честному признаваться, вы ему не сможете никогда с добром говорить, он мне помог вот в такой ситуации. Вы всегда будете где-то глубоко в душе понимать, что если такая ситуация случится, он все равно будет выше меня, я могу к нему обратиться. Но вы будете чаще всего думать на подсознании, что если такая ситуация случится с ним, вы ему всегда поможете. А это о чем говорит? Это говорит не о том, что вы всегда готовы ему помочь, это говорит о том, что вы всегда готовы взять реванш. Выровнять эту ситуацию, чтобы дальше идти вровень. Вы уже понимаете, что вы не на одной ступенечке, вы понимаете, что уже кто-то кому-то помог, кто-то уже вот здесь вот. Если вы четко идете вровень, то если что-то случается с человеком, и вы понимаете, что вы на одной волне, у вас не будет желания помогательства, у вас будет желание только либо посмотреть, и если он попросит, то дать определенный совет, то есть посмотреть там, он попал в какую-нибудь яму, и не то, что там ты его вытаскиваешь, а говоришь там, ну как смотри, у тебя там вот палки есть, можешь лестницу сделать, смотри, вот у тебя там есть отверстие, можешь там куда-нибудь ногой встать. Вот это вот одно. Это не нужно путать. Но когда ты его начинаешь вытаскивать, прям все силы тратишь на то, чтобы там его вытащить, это уже говорит о том, что ты ему не даешь шанса, ты ему не даешь шанса стать сильнее. Ты ему не даешь шанса стать сильнее, потому что, во-первых, ты понимаешь, что ты сейчас выше, а во-вторых, если ты ему даешь шанс вытащить, вылезти самостоятельно, сможешь ли ты с этим справиться, что он стал еще выше на ступеньку, что он смог из этого выйти. Мы не всегда, мы очень часто можем помогать другому, но, как показывает практика, мы очень редко можем радоваться за нашего близкого человека. Нас сразу же начинает коребить, и не часто мы в этом можем признаться. Привет, Мария. Вот, как бы у нас такая немножечко жестковатая тема. Вот, ребят, если есть вопросы, задавайте на вопросы, отвечайте, потому что ее можно раскрывать с разных сторон, и она, я, наверное, начала так достаточно агрессивно ее раскрывать, но вот так вот мне захотелось сегодня. Поэтому готова послушать ваши вопросы и с удовольствием на них ответить. Если есть. Просто я в зуме зачитать вопросы не могу, если они есть, то можно, если кто-нибудь зачитает. Тут есть вопрос, да, я думал, может, она решится сама озвучит. Да, паузу. Юля Дзен задает вопрос. Да, да, это верно исцелять, а что он сломан, просто показать и сказать, как может быть по-другому, например, такой вариант. Она предлагает, как я понял. Ну, смотрите, подсказать и сказать, как можно. Да, Ланочка, Ланочка, да. Слушай, это был такой момент, когда мне сказали, что я как бы в пятом поколении целитель, я должна людей исцелять. Я пошла обучаться, вот, я очень уже много дипломов получила, и на одном уроке я поняла, что как бы, ну, а что, люди сломаны, что ли, чтобы за ними бежать и их исцелять? Им просто надо показать, что есть вот такие вот эти инструменты, и, пожалуйста, если вы хотите, то давайте, я там вам покажу энергию, и исцеляйте себя сами. Люди не сломаны, на самом деле. Ну, здесь я абсолютно согласна. Я сразу же могу сказать, что я в этом абсолютно уверена. Может быть, у меня потом эта уверенность пройдёт. Может быть, я увижу что-то ещё другое, что-то иное. Но когда говорят, что кто-то исцеляет кого-то, я в это не верю. Не верю почему? Если мы себя загнали вот в эту вот стадию болезни, то мы это сделали для чего-то своей энергией. И чтобы вытащить нас отсюда, из своего какого-то заболевания, у нас тоже на это есть энергия. И вам нужен просто проводник, который вашу энергию аккумулирует для вас самих. Не чужой энергией мы лечимся. Только через аккумуляцию своей энергии мы можем вылечить самого себя. Это абсолютно верно. Да-да-да. Вот я к этому и пришла. Поэтому я говорю, когда мне сказали, почему ты до сих пор не преподаешь и не продвигаешь там Аксесс, я сказала, что это вообще бессмысленно. Но в Аксессе там есть вода, соль и энергия. Типа вот этим питаются они, чтобы исцелять людей. А по природе они просто вешают лапшу на уши. На самом-то деле. Да, но вообще энергии в людях очень много. Энергия, которую они просто стопорят. Они стопорят разными ярлыками. И это вот кто видит энергию, они это очень хорошо видят, потому что это можно просмотреть. Это просмотреть можно в людях, особенно если вот когда они приезжают лично, вот у меня на ретриты приезжают люди, вот они садятся, вот мы садимся в каком-нибудь зале, я вижу вот от каждого идет свой цвет энергии. И это клево. И если ты им поможешь ее распаковать, но ты не можешь ее сразу же распаковать, без распаковки самого себя эта энергия не пойдет, как бы она ни светилась, какая бы она яркая ни была. И если ты можешь распаковать их, то есть вот эти вот закапсулированные страхи, какие-то ограничения, какие-то вот эти предвзятые отношения к самому себе, неверия в себя очень часто, вот такое, что вот я в себя не верю, потому что, потому что. И когда ты можешь ему показать, кто он есть, когда ты можешь его распаковать, кто он есть, не потому что ему нужно что-то внушить, а просто распаковать его. И когда пойдет вот эта вот распаковка, он может своей энергией пользоваться. И именно поэтому точно то же самое, что вот рака. Смотрите, вот даже у каждой болезни у неё же тоже есть своя волновая энергия. То есть я могу сказать, что вот ВИЧ, вот такие вот заболевания, как ВИЧ, иммунодефицит, это болезни такого низкого, как сказать правильно, низкой энергетики. Низкая энергетика, ну даже будут вибрации, низкие вибрации, низкая энергетика, которые восстанавливаются именно поднятием энергетического слоя, энергетического плана самого человека. И она сразу же исцеляется. Если мы говорим о раке, рак – это волновая болезнь. Это не про энергетику абсолютно. Это волновая болезнь, которая раскрывается иным образом. И её исцеляет человек, сам себе исцеляет абсолютно другими способами. И если ты это всё видишь, ты, конечно, ему даёшь направление, и он реализует исцеление самого себя в самом себе. И это происходит как бы… Да, Ланочка, у меня был такой момент, когда я ещё жила на Севере, я работала парикмахером 20 лет, и ко мне пришла женщина, плакала, просила увезти её дочку в больницу, и ей поставили рак лёгких. Она мне показала снимки, я видела где-то, и буквально где-то, ну, за 10, даже, может быть, за 5 минут до того, что надо было делать второй снимок в другой больнице, я приложила руки. Я почувствовала, что это очень сильный жар, но это шло как-то вот из головы, как бы вот эта энергия пошла через руки в эту девочку. Она заорала, заплакала, и потом всё вот это вот прошло, и снимок показал, что там чисто. А это был рак. 15 минут. Вот, да, да, есть такое, я абсолютно в это верю, абсолютно в этом уверена, потому что это всё видно. И ещё раз, почему я и говорю, что самое главное, ребят, все ваши исцеления, все ваши продвижения, все ваши какие-то самопознания, они начинаются с единственного, они начинаются с тотального доверия и с тотальной честности перед самим собой. Другого просто не существует. Когда вы начнёте вот это делать, первый шаг, всё остальное начнёт просто раскрываться. У нас с вами не происходит каких-то вещей не потому, что мы чего-то не можем, а потому что мы себе просто не можем признаться в каких-то определённых вещах, потому что нам это неудобно, потому что нам это некомфортно, потому что это не укладывается в нашу голову. Много-много потому что, но они никак не связаны с тем, что вы что-то не можете, вы можете абсолютно всё. И сейчас как раз вот ещё раз повторюсь, если вот эти вот контактёры разрешат выложить в общий доступ как раз вот этот вот эфир, который у нас с ними был, и там будет абсолютно понятно, что каждый человек действительно может прийти к определённым вибрациям, к определённым исцелениям и излечениям самого себя. И это всё настолько просто, это настолько всё лежит на поверхности, но очень часто мы не можем найти то, что лежит на поверхности. Не можем найти то, что лежит на поверхности, потому что, ну, это, это, наверное, сложнее. Мы очень любим искать то, что зарыто в глубине. Мы всё время очень любим искать, копать, разрывать, узнавать. Ну, типа, где тяжело, там и искать, да? Да, а всё же на поверхности мы очень часто этого не видим. Да, и именно поэтому, почему мне вот идёт дальше тема, то есть я немножечко раскрою на следующем эфире, как раз будет тема, потом уже выложит Автополстар, какая будет тема, мы уже определились с ней. И как раз я сейчас её достаточно, я не скажу, что ещё я прям достаточно глубоко, ну, по крайней мере, когда вот все начинают говорить автономия, автономия – это вот автономия, чтобы автономить, потом чтобы стать автономным, а автономы начинают общаться с автономами, и у них автономное сообщество, нужно собирать автономный город для автономии. Бред вообще полнейший, потому что люди, многие даже не понимают, что такое автономия, что такое вот это вот. Жизнь без еды и без воды, она же не для того, чтобы жить без еды и без воды. Она для других вещей. И когда мы начинаем вот это вот познавать, у нас в наших клетках, у нас в наших стволовых клетках даже никто никогда не задумался, почему через стволовые клетки определяются заболевания, тем более передающиеся поколениями. Потому что стволовые клетки, они бессмертные. И когда мы начинаем всё больше и больше познавать себя, опознание идёт у нас только через честность, первый шаг. И когда мы начинаем всё больше и больше познавать себя, когда уже у нас есть возможность такая, познать себя уже через клетку самого себя, то у нас уже начинает открываться там абсолютно другое. И то, что мы называем какой-то мистикой, мистификацией, там ещё что-то, вот этот бессмертный, это тоже всё лежит на поверхности. Но вся, наверное, соль вот этого всего, что не каждый может увидеть то, что на поверхности. То есть если ему говорят, что вот, ну вот, 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 вот она, например, там клавиатура лежит вот на поверхности, а ты начинаешь говорить, да нет, я не вижу клавиатуру, я вижу только вот какой-то чехол, я не вижу её. И всё, и вот они начинают миллион способов придумывать, чтобы не увидеть то, что лежит на поверхности. И мне кажется, что просто человек к этому, наверное, не готов. И если не готов, то это тоже прекрасно. Есть те люди, которые готовы, и не бывает такого, что все в раз-таки раз, и всё, мы пошли туда. Нет, понемножку, по чуть-чуть, и все мы будем именно в том месте, в котором каждый должен быть. Ланочка, это просто, наверное, ещё есть такие люди, что кто-то готов к этому и ментально, и физически, там на всех вот таких вот телах, да, а кто-то просто не готов, он совершенно в другой проекции. Ему надо кушать, спать и работать, и всё. И это повторяется. Вот как бы я вот недавно слышала, что один человек там говорил, что как бы у нас полжизни мы проживаем, ну, мы спим, едим и срём. Ну, простите за такое выражение, ну, так, это вот так звучит. Он говорит, а всё остальное время вы чем занимаетесь? Вы просто хаите свою жизнь. Всё. Жизнь прошла. 60 лет. А тело наше может жить 900 и больше лет? Нет, намного больше, конечно, да. Я только в 40 лет стала сейчас молодеть. Да. Ну, да, про эту тему мы тоже немножечко затронем этот успех. И есть такое, что как бы оно ни смотрелось, не знаю, вот многие просто это подгоняют под какую-то коммерцию, но, ребят, как бы это ни смотрелось, есть определённые вещи, которые мы можем перепрожить только в атмосфере, в поле какого-либо человека. и это неотъемлемая часть чего-либо. И когда вы говорите, вот, там кто-то ведёт вот эти вот ретриты, потому что они хотят денег. тут, наверное, дело не столько в деньгах, а столько, сколько, наверное, я бы хотела, чтобы в моей жизни меня окружали именно те люди, которые со мной шли бы по осознанию в ногу. Мне было бы интереснее проживать эту жизнь. И чтобы эти люди, их становилось всё больше и больше, то я готова передавать те знания, которые есть у меня. И я их могу передать через ретриты. Понятно, что люди, которые на сегодняшний день мне сейчас передают знания, но это логически невозможно, чтобы они выходили в эфиры, либо ещё как-то. Потому что, ну, как вы себе можете представить, что пришёл человек в эфир и говорит, мне там 3000 лет. Вот я вам готов что-то рассказать. Во-первых, все сразу же там отметут эту информацию. Ну, как бы, ну, наверное, 99,9% людей просто отметут эту информацию. Кто-то скажет вообще ненормально, кто-то потребует документы, там ещё кто-нибудь заинтересуется, что это вообще за канал выпускает такого человека, что это за человек. Ну, в общем, столько всего будет, как бы, но это неприемлемо для нашего, для нашего социума, так скажем. И то, что какую говорю информацию я, она тоже на определённый этап. То есть я понимаю, что я либо буду постоянно говорить одну и ту же информацию вот здесь вот в эфирах, да, которая будет доступна, общедоступна для максимальной массы людей, либо через какое-то время точно так же уйду с эфира, потому что уже пойдёт проработка меня в первую очередь и других людей в другом аспекте. И мы же тоже все это прекрасно понимаем. Мы же прекрасно понимаем, что люди, которые идут уже более глубоко, то есть мы все хотим, как мне пишут, Света, а можно хотя бы одним глазком увидеть тех людей, которым столько-то лет? А можно там увидеть вот это? А можно увидеть вот то? Ну, мы же прекрасно с вами знаем, что ну как их можно увидеть? То есть если их пригласить в эфир, и будет сидеть какая-то женщина и говорить, вот мне столько-то лет. А вы ей поверите, да? Мне вот, например, не верят, что как бы мне 41 уже в этом году, и у меня 9 детей. Мне не верят. И мне говорят, что ты сделала пластику. Вот так. Ну да, ну как бы 41, это понятно. А когда 441, и ты выглядишь на 41? Ну да. Это уже вообще нонсенс же, правильно? Да. Поэтому здесь как бы такие уже варианты. И мы прекрасно с вами, если кто-то идет в эту тему, они прекрасно понимают, что можно на определенную тему разговаривать до определенного момента. Все, что свыше, тебе никто не даст говорить это в открытом доступе. Это тоже всем прекрасно понятно. И все, что свыше, вот именно поэтому мы сейчас и с определенными людьми организуем клуб вечных, да? Ну так их, наверное, назовем. Вот, где будут только определенные люди, которые не будут в массы выносить те знания, которые есть. Потому что в массы выносить, это все равно бесполезно. Это то же самое, что положить на стол что-либо и сказать, найди. И он никогда это не найдет. Потому что вся информация, которая первоначально, она есть вообще абсолютно везде. Но мы же ее не видим, мы же ее отрицаем по определенным причинам. Мы же ее не хотим себе взять. Потому что она кажется как бы такой, ну как бы, о, ну нифига себе, а как, ну не бывает такого. Ну да, в этой жизни очень много того, что говорят, что не бывает, но оно бывает реально. Ну как бы, логики вообще не существует для меня и времени тоже. В принципе, да. Светик, у меня вопрос к тебе, привет. Давай, привет, Андрюш. У тебя не бывает такое, что желание какое-нибудь такое, что-нибудь съесть просто ради вкуса? И как ты с этим борешься, если бывает? Возникают такие желания? Вот смотри, на определенных этапах важность еды и воды, она отпадает, отпадает тотально. А когда нет этой важности, то у тебя нет и желания. То есть вот то, что тебе, вот для тебя важно соседу заплести косу или нет? Нет, конечно. Поэтому у тебя этого желания не возникает. Но ты, если тебе потребуется это, вот по каким-то причинам, ты научишься заплетать косу, и ты заплетёшь. И здесь то же самое. Когда важность отпадает, у тебя отпадает и важность этого желания, важность этого стремления, важность этих вкусов. Потому что когда ты идёшь вглубь другого чего-либо, то ты понимаешь, что важность вкусов, она настолько серая по сравнению с тем, что ты сейчас какие чувствования испытываешь за счёт других вещей, за счёт познания чего-либо другого, что у тебя даже не идёт акцентированность на то, чтобы поймать какие-то ощущения с вкусов. Они уже обесцвеченные. Они абсолютно не глубокие. Они настолько плоские, что уже как бы нет этого интереса. Спасибо. Спасибо. То есть получается, еда, вода, сон — это такая же иллюзия, как и всё остальное, что нас окружает, да? Ну, это да, это нам внушили, что это наши базовые потребности, а по факту это просто наши самые поверхностные эмоции, которые нам проще всего получить. Самые поверхностные, самые лёгкие эмоции — это как раз вот эта вот еда, вода, сон, и потом чуть пониже идёт секс. Я как раз на своём канале, он у меня поменьше, не столько всего там выплёскивается. Я как раз освещала немножечко эту тему про секс, почему она у нас выплёскивается, и что это такое. И когда ты идёшь глубже, то у тебя перестраиваются эти механизмы, тебе уже не хочется туда залезать, тебе не хочется туда опускаться, тебе хочется уже вылезать немножечко туда-туда-туда-туда. Интересно, а вот есть что-то за пределами автономии? Там же другой, наверное, какой-то уже мир, да? Ну, автономия — это вообще детский сад. Я же уже говорила, что автономия — это только инструмент, которым можно пользоваться, можно не пользоваться. То есть ты можешь начать... Но чаще всего это либо через какую-то болезнь ты перестаёшь есть и пить, и ты либо находишься потом вот в этой вот эйфории и не идёшь дальше, либо тебя начинают выбрасывать в следующее состояние. либо ты через осознание себя выходишь на определённый уровень, где еда и жидкость перестают быть значимыми, и они у тебя просто отваливаются. Ты либо через осознанность идёшь к следующему себе, через осознанность, пробуждение, и уже идёшь дальше. И у тебя еда и вода, она всё равно отвалится, она будет не важна, потому что ты уже идёшь к следующему себе, уже идут следующие себя клеточки. То есть что происходит, когда ты... Когда у тебя очищенное тело? Смотрите, у нас есть ещё такое, что наши клеточки, они передатчик информации во всём теле. Вы это потом прочувствуете на определённом этапе. И вот эти вот клеточки, когда они могут передавать друг другу информацию, они могут передавать её тогда достаточно правильно, достаточно точно. Когда у вас межклеточное пространство, всё очищенное, достаточно чистое. И вы тогда начинаете максимально чувствовать свой организм на клеточном уровне. И это уже идут другие процессы. И когда вы начинаете чувствовать свой организм на клеточном уровне, вы можете самого себя выводить в иные состояния, но это не состояние просто вашего аватара. Это же мелко. Вот то, что мы говорим там, то, что говорят, ой, автономия. То есть все привыкли ассоциировать автономию с какими-то сверхспособностями, что я могу там куда-то бегать, я могу столько-то отжиматься, я могу столько-то не спать. У меня чистые мысли. Но почему никто не говорит, а чистые мысли-то чтобы что? Они для чего? Чистые мысли, чтобы, не знаю, там, уравнение правильно решать? Чистые мысли, чтобы цвета в гардеробе правильно подобрать. Но это же не про это. И, видимо, просто некоторые останавливаются на этом уровне и не идут дальше, потому что других либо просто не хотят это выносить в общее обозрение. Может быть так, я не знаю. Но это же только первый уровень. Это же вот такой вот детский сад, потом ты уже идёшь дальше, ты идёшь к познанию себя. Когда ты начинаешь познавать себя, ты уже начинаешь понимать, что внутри тебя есть тот организм, который может максимально, во-первых, регенерировать все свои внутренние органы для того, чтобы максимально расширить границы твоего физического существования, чтобы ты мог максимально познать самого себя. Когда ты начинаешь познавать самого себя, ты начинаешь открывать, у тебя вот такая вот голограмма начинает открываться, потому что весь мир внутри тебя. И когда вот эти вот слова «я есть всё», «всё есть я», это тоже детский сад. Это когда ты не идёшь дальше, но тебе нужно как-то закончить, как-то поставить корректно точечку, что ты там чего-то достиг. И ты вот говоришь «я есть всё», «всё есть я». Ты как бы закольцевал. И на этом остановился, и все идут к «я есть всё», «всё есть я». А что дальше «я есть всё»? Никто не рассказывает. А дальше-то как раз и открывается всё самое интересное. И почему вот это вот не раскрывается? Я не знаю. Наверное, ответила на ваш вопрос. Я, наверное, чуть больше по этой теме расскажу в следующий четверг. Но не факт. Эти темы мы будем очень много раскрывать именно в приличных встречах. Если есть вопросы, задавайте, ребят. Если нет вопросов, то я вас буду покидать. Сосаночка, а где, когда ретриты? Ретрит мы будем... Во-первых, в Сочи будет ретрит, скорее всего, на Красной Поляне. С 20 по 22 мая, трёхдневный, это будет просто на пробуждение, мы будем со славой делать. Это в чате в моём есть, автономная школа. И я буду проводить пятидневный ретрит. Это в Лоу, в Сочи, с 17 по 22 июня. Ну, я вот как раз в Сочи проживаю, поэтому мне так интересно. Здорово. Вот. И как бы я уже такая... Ну, запросы у меня были, потому что я на 10 дней заходила в прошлом году. И так вот вообще так спонтанно, я ничего про это не знала. Это так получилось, как бы, ну, значит, меня вели всё-таки к этому. Я два дня не спала, и потом как бы еда отвалилась, вода отвалилась, а потом я с людьми познакомилась, и всё, и меня затянуло. Я сейчас смотрю уже, можно сказать, так, с декабря месяца, всех автономов слушаю, там, ну, ну, два час там сплю, там, ну, бывает три. И я поняла, что сон – это неважно. Вода – это вообще, да, нас сушит. Меня вот, по крайней мере, мне говорят, как, это же клетки должны восстанавливаться. Ну, у вас пускай восстанавливается водой, а у меня ничего не восстанавливается. Я говорю, я руки помыла, у меня плюс 200 грамм, плюс 200. Я взвешилась до мытья рук, и после там помылась сама плюс 500 грамм. Я говорю, у меня тело пить начало. Вот так даже. Да-да-да, есть такое. То есть, получается, спонтанные такие, да, тело само знает, когда прикоснуться к тому, к чему нужно прикоснуться в тот момент, когда оно требует воду, влажность там, да, вот само по себе. Ну, просто я слышала автономов, которые говорили, что вообще нельзя там, ну, и руки мыть, и мыться нельзя, что-то такое, если на сухих днях. я понимаю, что для меня это вообще-то не сухие дни вообще, это не про это, это вообще-то про энергию. И если я хочу к человеку прикоснуться, я от него могу энергию получить, люди сидят, кушают, я от них могу получить энергию, ну, вот так это происходит. Да, у меня что-то подобное в этом плане, потому что меня так радует просто, когда вокруг меня собираются люди и просто делают то, что я раньше делал, но я уже не делаю, потому что мне это неинтересно, я просто уже, я как бы понимаю, что они кушают, и как оно влияет на вообще внутренний мир человека. Вот, и мне просто от их тех же самых эмоций, которые они получают, становится просто легко, и внутри такое тепло идет, что они это делают, и они от этого радуются. А у меня такое было, что я наоборот, когда за ними начинаю повторять, то я начинаю наоборот в минус уходить, потому что иду не по своей, как бы, типа правде в этом плане. Ребят, а я предлагаю, давайте Светлане задавать вопросы, а потом после эфира мы можем делиться своими состояниями, будет нам очень интересно. Приберегите, на после эфира поделимся. Вот микрофон у Владимира Владо. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, добрый вечер. Я даже не ожидал вас здесь увидеть, потому что я видел несколько ваших видео, и мне очень понятно, как далеко вы уже продвинулись. и я могу задать вам несколько вопросов? Да, конечно. Еще перед тем, как я задам вам несколько вопросов, еще такой предвопрос. Для вас есть понятие приятный и неприятный вопрос, корректный и некорректный вопрос, агрессивный и неагрессивный вопрос? Нет такого понятия. Спасибо, потому что мне вчера пришлось очень жестко столкнуться. Мои очень простые вопросы здесь были восприняты, как агрессивный и мой тон. И мне очень срезонировало, что вы прямо в начале своего выступления как бы извинились за то, что я как бы агрессивно начала. Откуда у вас появилась эта потребность предупредить здесь присутствующих, что вы как-то так агрессивно начали? Почему у вас возникла эта потребность озвучить эту фразу? Озвучить эту фразу, потому что я понимаю, что я не своим пониманием, а я вижу по комментариям, что все ждут, что если человек не кушает и не пьёт, то он будет рассказывать всё время о какой-то божественной любви, о каких-то пукающих бабочках, о каком-то сиреневом закате, о вот такой вот, что любовь любовью и передавать любовь из любви в любовь, чтобы почувствовать любовь, воссытиться этой любовью, и всё будет такое. Это не так. Поэтому я предупреждаю это заранее, что как бы это не так. То есть вы очень прекрасно ломаете стереотипы, и вот то, что вы сегодня озвучивали по поводу помощи, это действительно ломка стереотипов, как люди привыкли, и люди обычно помогают остальным, а себе не способны помочь. И в связи с этим, то есть вы мне как бы развязали руки, и я тогда могу задавать вам вопросы. Абсолютно. Хорошо. Из вашего выступления очень понятно, что вы уже продвинулись очень далеко, и очевидно, при переходе на автономию, и я с вами согласен, что это всего лишь инструмент, и когда я два года назад в этом зуме еще с Татой Загорской как бы сказал, что автономии не существует, то как бы я был предателем автономии, как бы предал это все, то есть я два года здесь не появлялся. И вы, очевидно, прошла процессом десоциализации, потому что вы уже не ходили в рестораны, не пили воду и так далее. По каким принципам вы сейчас выстраиваете свои отношения? Что является для вас основополагающим в ваших отношениях с остальными людьми, если есть близкие, любимые? Я абсолютно позволяю им жить той жизнью, проживать те их моменты, которые они проживают. То есть я спокойно хожу с ними в рестораны, в кафе. Мне приятно видеть их эмоции, если они получают удовольствие от еды, мне приятно видеть их эмоции. Меня это не напрягает, и мне очень приятно, что и их не напрягает то, что я могу с ними просто общаться. Никто не чувствует себя виноватым, что я не кушаю. И мне от этого приятно. Прекрасно, прекрасно. Тогда вот вы сказали, что вы избавились от этих детских игрушек и в игру на песочнице, потому что вы уже занимаетесь серьезно самопознанием, и это вы неоднократно озвучили. То вот на этом этапе могла бы вы озвучить, в чем заключаются ваши жизненные ценности на данный момент и ваши жизненные приоритеты? Вопрос понятен, Светлана? Да, да, да. Будьте любезны. Во-первых, жизненные приоритеты, сейчас у меня приоритеты, это максимально, максимально, наверное, насколько это мне возможно, ввести близлежащее окружение в состояние осознанности. Близлежащее окружение – это я имею в виду не своих родственников, а именно то окружение, чтобы мои дети вращались в том коллективе, где есть осознанность. Для меня это важно, потому что я вижу, как сейчас развивается социум, и не хотела бы я, чтобы они брали оттуда какие-то привычки. Но это, опять же, мои хотелки. Я понимаю, что это эгоистические мои хотелки, но тем не менее. И какое моё самопознание? То есть я понимаю, что на сегодняшний день я немножечко эгоистична, и мне это нравится, укажу в те познания себя, когда я понимаю, что то, что мы знаем, это практически равно нулю. И когда я иду вглубь, когда мне попадаются, с огромным удовольствием я принимаю те какие-то высказывания людей, которые прошли чуть больше пути, чем я, и я понимаю, что они мне открывают такие новые грани, новые варианты проживания той матрицы, в которой мы сейчас находимся, потому что то, что говорят, что вот я вышел из матрицы, но это такой бред, ребят, куда вы вышли из матрицы? Кто вас туда вогнал, тот вас и будет контролировать, выйдете вы из этой матрицы или нет. И когда люди говорят, что вот мы сейчас все выйдем из матрицы, а куда выйдем непонятно, в какое метро мы сядем и на какую станцию приедем, это тоже полный бред. То есть нужно сначала осознать себя, осознать вообще весь процесс этой матрицы, как он вообще работает, какие механизмы, какие структуры и какие формулы работают вот в том пространстве, в котором вы есть. Это, наверное, на сегодняшний день, если это можно назвать цель, да, это цель. Что будет завтра, я пока не могу сказать. Ну, вы, по сути, как бы ответили на мой вопрос. Ну, там было так, вы прекрасно озвучили жизненные приоритеты, то есть вы сказали, что вот по поводу детей, а второй вопрос был жизненные ценности. Но по факту, по факту самопознание, оно как раз и относится к жизненным ценностям, вы как бы по факту это ответили на этот вопрос. Потому что, ну, как бы я руководствуюсь таким изречением, что я становлюсь тем, что в себе открываю. И вот второй интересный момент. Вы вначале сказали о агрессивности, которая вот как-то в этом зуме особо не приветствуется, потому что ее по факту не существует. А сейчас вы как бы опять в свое оправдание, и мне понятно, откуда это исходит, но я хочу, чтобы вы озвучили для здесь присутствующих, что вот вы говорите, ну, это, наверное, эгоистично, то есть вы как бы себе даете вот такую наклейку, что я вот как-то эгоистично, как бы вы вот еще оправдываетесь. Какая вот у вас потребность, как бы вот вы как бы честно признаете, что вы эгоистичны. На мой взгляд, на мой взгляд, ну, эгоизма вообще не существует. То есть вот эта борьба с эго, это вот очередная фишка матрицы. Вот. Поэтому для меня, если уже говорить вот этим языком, как бы обычным, то для меня здоровый эгоист в сто раз лучше, нежели гипертрофированный какой-нибудь эзотерик или какой-то там, в кавычках, духовно продвинутый. Вот. И в связи с этим, что я хотел, да, вы сейчас очень изменились. Вы наверняка другая, нежели была перед тем, как вы вошли в автономию. И перед тем, как вы вошли в автономию, у вас были какие-то определенные качества. Ну, вот как вашего тела, вашего сознания и так далее. Можете вы озвучить на данный момент, то есть вы осознаете себя, насколько я понимаю, ну, на каком-то определенном уровне. Вы можете озвучить свои пять положительных качеств и пять отрицательных? Я поняла ваши вопросы. Давайте я начну тогда с того, что вот этот вот, который ярлычок, я повешила эгоизм. Да. Наверное, я его не столько повешила для кого-то, сколько повешила для себя, чтобы меня проще поняли люди, которые находятся по ту сторону экрана. Наверное, это тот коридор, который понятен всем, что я имела в виду. И вот когда я говорю эгоизм, это я не говорю, что это плохо или хорошо для меня. Я говорю, что это чтобы они понимали, что это для меня конкретно. Потому что я уже не раз говорила, я когда общалась со своими детьми и общаюсь, я общаюсь с ними абсолютно по-честному. И я им, они четко знают, что я им всегда рассказываю, что я все делаю только для себя. Я все, что бы ни было, то есть я делаю все абсолютно только для себя. То есть мне хорошо, мне хорошо, когда они улыбаются. Мне хорошо, когда они здоровы. Мне хорошо, когда они счастливы. И так далее. И чтобы сделать мне хорошо, я все делаю для того, чтобы они улыбались, были здоровыми, были счастливыми. И это абсолютно честно. И когда мы это говорим, проговариваем перед своими детьми либо еще перед кем-то, тогда вот встраивается честная матрица. Тогда они понимают, что они мне не должны за свое счастливое детство. А они понимают по-честному, что они также по-честному могут поступить со своим поколением. со своим родом. Именно вот поэтому я и обозначила этот коридор эгоизма. Что это такое? Потому что для обычных людей они четко понимают, куда я клоню. Наверное, вот я про это сказала. А то, что сказать пять качеств плохих или хороших, ну, наверное, опять же, возьмем такой среднестатистический, это то, что для одних хорошо, для одних плохо, для меня хорошо, либо наоборот. Это может в любую сторону. Какие бы пять качеств я ни назвала, они могут играть и хорошо, и плохо. То есть я стала абсолютно честна с самой собой и с другими. Это как хорошо, так и плохо для меня. И это как хорошо, так и плохо для другого. То есть честность. Одно слово. Честность. Одно слово. Дальше. Честность. Светлана, извините, пожалуйста. Светлана, я вернусь на шаг назад. И мне понравился ваш ответ. Вот вы произнесли ключевое слово, вот этот коридор. И вы сказали, что это чтобы вы хоть как-то были понятны для этой аудитории. По факту вы как бы переформатируете этих людей и даете им понять, что эгоизм – это по факту очень хорошо. По факту то, что вы назвали вот этим коридором эгоизма, вы удовлетворяете свои потребности. Но удовлетворение своих потребностей в вашем случае – это удовлетворение той радости, которую испытывают и окружают окружающие вас люди, когда смеются ваши дети, когда у человека улучшается состояние здоровья, когда у него продвигается бизнес, когда он, скажем, богатеет и так далее. То есть ваше удовлетворение ваших потребностей, оно очень тесно связано с вашим окружением. И вы хотите, чтобы это окружение было экологическое по физическому состоянию, эмоциональному, чувственному, психическому и так дальше. Вы начали вот по поводу пять положительных и отрицательных качеств. Мне нравится, что вы определяете это одним словом, прилагательным «я честная». И единственное, опять вы начали… Я буду просто жестко наезжать на вас, если вы позволите. Давайте, давайте. Мне это очень нравится, да. Вот, наконец-то. Мне нравится, что вы не поддерживаете меня в слабости. Вот, потому что, ну, вчера я получил по повной в этом зуме. Вот. И вы начали с того, что вот ваши, как бы, качества для кого-то могут положительными быть, как-то и отрицательными. Я, по факту, мне абсолютно все равно, как будут воспринимать люди мои качества. Потому что мое проявление качеств настолько осознанное, и в проявлениях моих качеств нет намерения как-то возвыситься над человеком, унизить его, показать его глупость или просто смеяться над ним. То есть у меня нет такой мотивации и такой потребности. Поэтому я отвечаю за проявление как бы своих качеств. И мне, по факту, эгоистически все равно, как будут воспринимать меня люди. Но когда вы делаете и я это честно, то люди действительно, они воспринимают это иначе. Вот это была такая маленькая ремарка. У меня потом уже возникал дальше вопрос. Также пять положительных и пять отрицательных. Первое, вы прекрасно сказала честно. От этого все начинается. Дальше, пожалуйста. Извините. Ну, второе, наверное, оно тоже базируется на честности. Это когда не поддерживаешь слабости. То есть я не поддерживаю кого-либо в слабости и того же прошу от других, чтобы меня точно так же не поддерживали в слабости. Это тоже можно рассматривать и в одну, и в другую сторону. Прекрасно. То есть вы не хотите удерживать человека в состоянии немогущества. То есть вот моги и немоги и их могущества. То есть вы как бы делаете все для того, чтобы человек рядом с вас становился сильнее, совершеннее и интереснее. Так, прекрасно. Следующее. Следующее. Что еще? Ну, что можно сказать? Ну, спонтанное. Ну, абсолютно. Ну, да, вот, наверное, даже слово бы я сказала бы не спонтанное. Я понимаю, что на определенных сроках полностью, ну, как полностью? Память практически стала отсутствовать. То есть ты базовые вещи ты помнишь, но те вещи, которые тебе нужны на определенном этапе, ты берешь из информационного пространства здесь и сейчас. И то, что ты говоришь, ты это говоришь не себе, в голову, а ты это говоришь, выдаешь, как будто бы через трубу. И оно, вот, я даже могу провести эфир, а потом я смотрю, какая тема была. То есть я могу забыть даже, с чего я начинала. Но меня это абсолютно никак не напрягает, и ребята мои знают прекрасно, они мне напоминают. У нас с этим проблем нет. То есть память, она становится меньше, ты обнуляешься постоянно. Совесть, вот, говорит, непредсказуемость. То есть, вот, наверное, это ближе слово, и оно ближе к вам подходит, вот эта непредсказуемость. Вот. И вчера мне сказали, что спонтанность, это противоположная сторона спонтанности, это агрессивность. Вот. Ну, то есть это как бы полный нонсенс. Ну, я понимаю этих людей. Вот. То есть вы закончили с положительными качествами, если я так вас правильно понял. А я с отрицательными закончила. Давайте дальше. И с отрицательными закончили. Понятно. Я не знаю, будет ли уместен этот вопрос. Вот. У вас есть еще такое понятие самооценка? Вот у вас есть какая-то самооценка? Потому что здесь очень такая сложная тема с людьми, которые как бы не занимаются серьезно психологией и, ну, еще так осознанно не находятся, то есть не используют инструменты автономии. Вот. И здесь самооценка очень тяжеловата. Как у вас с самооценкой? У вас есть такое понятие или как бы вот... Ну вот, поставлю точку пока. Да, абсолютно нет. Ну что такое самооценка? Как бы она нужна-то, чтобы что? Чтобы что оценить? Если я просто есть. Это неплохо и нехорошо. То, что я говорю, это я говорю. Я говорю на данный момент то, что есть во мне. Если это кого-то не устраивает, либо кто-то как-то считает по-другому, это здорово, что у него есть другое мнение, отличное от моего. Наверное, здорово. Но меня-то оно никак не касается. Это его мнение всегда остается. Поэтому моя оценка самой меня, она мне ни к чему на данном этапе, по крайней мере. Прекрасно. Прекрасно. Потому что если мы как бы расшифруем это слово, самооценка, это как я себя оцениваю. То есть насколько я удовлетворена сама с собой. То есть насколько я в гармонии сама с собой. То есть и если я довольна собой, если я довольна своей непредсказуемостью, если я довольна своей работой над собой, с вот этим процессом самопознания, это и есть, наверное, вот это как бы, может, она уже, может, в этом уже нет необходимости как бы озвучить это, да, я вот ценная как бы сама для себя. Потому что вот у людей, поскольку мне приходится очень много с ними работать, у них самооценка, она отталкивается от мнения и оценки окружающих людей. А вы прекрасно озвучили, что вас де-факто, не в плохом смысле слова, а в хорошем, как бы не интересует мнение остальных людей, де-факто их оценка. Потому что вы знаете, что вы делаете, зачем вы делаете, как вы делаете. И все это происходит в осознанном режиме. И поэтому для вас это как бы понятие, поэтому я и сказал вначале, будет ли актуален вопрос этот. То есть для вас это перестает быть. И это уже как бы уровень, уровень, который для людей, которые спят и едят, и это для них он как бы еще запредельный. То есть они еще очень серьезно решают, кто кого обидел, каким тоном сказал и так далее. То есть еще вот это муссирует эту тему. Прекрасный, прекрасный ответ. И мне очень нравится. То есть вы отвечаете действительно за границами вот уже обычной психологии. То есть вы уже как бы перешли туда подальше, и очевидно у вас уже совершенно другой круг общения, и вы разбираете абсолютно другие темы. И я уже слышал несколько ваших эфиров, и вы действительно есть вещи, которые еще безопасно выносить на обсуждение с людьми. Потому что есть большая вероятность того, не то, что вас там забросают камнями, а то, что еще рано для этих людей. И в этом нет ничего, что они плохие или тупые. И просто, как говорится, еще не пришло время. А мне понравился ваш ответ, что закончим с негативными качествами. Вы действительно так думаете, Светлана? Да, абсолютно. Прекрасно, прекрасно. Вы как бы не обманули мои ожидания. По факту, по факту, я пришел к пониманию того, то есть это больше касается вас, нежели остальных людей. Большинство, которые вот еще находятся в потреблении, это нормально. То есть они еще играются с вот этой материей, которую мы называем еда и так далее. Я пришел к пониманию того, что по факту качеств никаких не существует. А существуют только потребности. Потребности, которые мы удовлетворяем каким-то способом. И вот то, что называют люди качеством, это способ вашего удовлетворения, ваших потребностей. Чтобы было понятно, приведу пример. Финансы. Вот мне тоже понравилось ваше отношение. То есть вы как бы на шараплиз информацию не раздаете. То есть вот вы сейчас здесь даете, ну как бы бесплатную информацию. А есть, по всей видимости, ретриты, за которые вы берете деньги. Я тоже беру как бы деньги за свою работу. А вчера мне как бы была вот такая ремарка, что вот две разницы, когда делаешь за деньги и когда делаешь бесплатно. Вот когда делаешь бесплатно, это совсем другая тема. Это там такое сердце, вибрации. То есть в моем понимании у меня нет разницы, делаю я за деньги или делаю я бесплатно. Потому что как специалист в этот момент я не меняюсь. И я не могу опустить свой профессионализм, когда я кому-то, с кем-то работаю бесплатно или за деньги. Я просто по факту не могу иначе себя вести. То есть я скажу, ну он не заплатил, так я ну как бы непрофессионально или некорректно к нему отмениваю. Просто этого уже нет. И возвращаясь шаг назад, людям, которые вот не живут вот в этом потоке, и как вы правильно сказали, что у вас обнуляется память, и мне это очень понятно, вы удовлетворяете свои потребности. То есть вы живете в двух режимах. Первый – удовлетворение своих потребностей и запрос. Запрос извне. То есть люди приходят за вами и вам что-то предлагают, какой-то проект, какие-то совместные интересные вещи и так далее. И вы на основании своих потребностей либо встраиваетесь в эту реальность и вы начинаете там как бы себя ангажировать, либо нет, если вам это не подходит. Если мы сделаем шаг назад, то я пришел к пониманию того, что людям, которые вот еще находятся в потреблении, им надо как-то вас в своей картине мира создать ваш образ. И каждый создает образ на основании своих понятий, своих убеждений, своих ожиданий, веры, надежды, сомнений, страхов и так далее. И чтобы было понятно, вот у нас есть потребность в финансовом обеспечении. И то, как человек удовлетворяет свою финансовую потребность, мы можем сказать, ну он вообще, он идет по головам, через трупы, лишь бы заработать деньги. А этот, вот как-то ему и по барабану, есть деньги, есть, нету, нету, он это, а этот вот щедрый. То есть, по факту, человек определенным способом удовлетворяет свои потребности. А людям, чтобы его как-то определить в своей картине мира, они начинают давать ему вот эти как бы, ну вот эти наклейки, чтобы они для себя уяснили, как им общаться с человеком, с этим, посредством вот этих наклейок, которые они дали этому человеку. Также по факту, каждый на основании своего умы, уровня и программного обеспечения дает вот эти вот качества, и то, какие он дал эти качества, какие качества он дал человеку, он будет на основании этого выстраивать отношения с этим человеком. Если мне вчера дали качество, что я агрессивный, у меня агрессивный тон, вот, то уже со мной мало кто будет выстраивать отношения, потому что он агрессивный, все, точка, вот. А вы как бы вышла за границу вот этого потребности определять, что этот такой, этот такой. То есть я пришел к этому, что у человека просто есть определенно сформированный, сформировано программное обеспечение, оно по факту просто и есть, оно не плохое, не хорошее, это техническое состояние человека. И только от тебя зависит, способен ли ты общаться с данным техническим состоянием, физическим, эмоциональным, чувственным, я не знаю, там, духовным, если хотите. И ты определяешь, готов ли ты, можешь ли ты общаться с данным техническим состоянием. Поэтому нет необходимости говорить, что такой или не такой и так далее. Это в моем понимании. То есть у меня уже нет людей, что он там тупой, эгоистический, я не знаю, или там щедрый, или еще какой-то. Нет. То есть это просто так есть. И когда я это принимаю, вот, у меня нет потребности сравнивать, оценивать, анализировать и так далее. Я просто общаюсь с тем, что есть реально. И это доставляет огромное удовольствие. Поэтому вот вы просто своими ответами и вот своим сейчас экзистенциональным состоянием подтвердили то, к чему я пришел вот через годы работы с людьми. Но я мало кому озвучиваю, что качеств по факту не существует. Потому что люди находятся вот в этом оценочном состоянии и очень быстро с пару фраз, просто с полпинка тебе навешивают такую, столько игрушек, елочных игрушек, что вообще до конца жизни не это, не избавишься от этого. Вот. Что еще? Я пока дам себе минуту паузы. Может, вы будете хотеть что-то сказать или чтобы я как бы не забирал эфир. Пусть вот как-то... У меня еще были какие-то вопросы, я вспомню. Спасибо, Светлана. Мне было очень неприятно с вами общаться. Благодарю. Так, а я тогда прочитаю несколько вопросов из Ютуба. На каком сроке автономии уничтожаются паразиты в организме? Паразитов в организме, ребят, нет. Есть те микроэлементы, есть та микрофлора, которая нужна вам на данный момент. Убираете какую-то еду, убираете какой-то продукт, убираются эти паразиты. Поэтому все у нас очень гармонично. Так, я вообще вчера не заметила наездов на Влада. Почему возник типич зуми, мне непонятно. Влада очень интересный собеседник и очень четко раскрывает тему. Молодец. Влада Ахой. Как он красиво перетянул одеяло на себя, введение эфира, как он начал оценивать первого сына. Так, больше нет, на Ютубе нет вопросов. Если кто-то зачитает вопросы в зуме, я буду очень признательна, если они появились. Светлана, пока люди думают, я еще один вопрос вспомнил. Какое отношение у вас к спорту? Вы дружите с спортом, то есть в отношении физических нагрузок? Ну да, они регулярные, каждодневные, без него, конечно, но они не представляются, все равно энергию куда-то нужно девать. Да, спорт каждый день. А вот холодная вода пока еще у нас в Чехии холодно и то есть вы я не говорю это закаляться, а вот контакт с холодной водой. Ну я зимой несколько некоторое время была в Сочи зимой, то есть это море, пока в Сочи было море. Если здесь не в Сочи есть природные источники либо холодная вода. Холодная вода присутствует всегда, собирает, то есть теплая вода, она недостаточно приятна для тела на данном этапе. Да, вот мне понравилось, вы очень четко сказали, что холодная вода собирает, да, она как бы уплотняет и концентрирует и тело, и энергетическую структуру, это очень чувствуется. Да, спасибо. Между прочим, вам не было неприятно, что я перетянул одеяло на себя? Мне очень приятно перетягивать, я люблю без одеяла. Спасибо большое. Да, да, конечно. А по поводу вань, вот говорят, что в бане это типа очищается, там через пору все выводится, как насчет бани. Ну, я вообще изначально любитель бань была, но здесь нужно очень смотреть, смотря какая баня и должен быть обязательно какой-нибудь очень холодный источник. То есть после каждой естественно парилки обязательно холодная вода и заканчивать это прям очень холодной водой, чтобы тело охладить. для меня да, для меня это хорошо, но могу сказать сразу же, что если вы идете в сухие дни, например, если вы на сухарях там 9 дней, там 6 дней и хотите сходить в баню, чтобы очистить организм, то вас просто выбросит обратно на еду. Это уже другой аспект. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А как это работает? Почему выбрасывают конкретно на еду? Почему выбрасывают на еду? Потому что когда мы находимся в бане, у нас через поры, но бани тоже бывают разные. У нас же чаще всего если баня, то чтобы уж прям баня-баня. Вообще больше 80 градусов я бы не рекомендовала, потому что когда у нас до 80 градусов, у нас выходят токсины через поры. Они выходят и через несколько минут, как они вышли, нужно пойти и смывать их. И тогда вы будете себя хорошо чувствовать до 80 градусов. Все, что после 80 градусов, все токсины, которые выходят у нас с потом через наши поры, они тут же начинают перегорать у нас на коже. И эти токсины начинают вбирать обратно. И у вас идет интоксикация, и чтобы эту интоксикацию максимально выпустить из организма, тело начинает бешено просить воды. И вы начинаете пить, после питья начинается еда. Посмотрим, последим за своим состоянием. Смотрите, потом расскажете. это не баня, это в основном сауны, ну там от 60 до 100 градусов. Вот, 100 градусов это уже перебор. Я вас прекрасно понимаю, я раньше тоже с огромным удовольствием там 90-100 это были мои любимые такая градусная баня, что потом снег, но потом когда ты начинаешь чувствовать тело, ты понимаешь, что все, что свыше 80, начинает интоксикация самого организма и начинается организму хочется его вычистить, то есть если ты даже перестаешь пить и есть уже на длительных сроках, то после горячей бани у тебя не очень комфортно самочувствие, у тебя очень большой идет отек тела и не очень комфортно ты себя чувствуешь. Светлана, могу еще вам задать один вопрос? Да, конечно. Я смотрю еще Машу, которая была в Дубае, вот такая стрёмная девчонка, ну просто вот она молодчина, и поскольку я занимаюсь межличностными отношениями, и там вот у нее прозвучала тема взаимоотношения с мужем, и вот она как бы получила вот этот раздрайв, психоэмоциональный и так далее. В связи с этим у меня к вам вопрос. Как вы вот в этом таком уже как бы продвинутом состоянии выстраиваете отношения, если они таковые и есть, с партнером, с мужем, с супругом, то есть с близким человеком, потому что я сталкивался, вот мы когда начинали с Татой Загорской, я не знаю, может вы ее не знаете, у ней тоже там было непонимание от супруга, он тот ел все, как у вас с этим? Можете не отвечать на этот вопрос? Да, нет, я уже отвечала на него неоднократно, на на первых этапах, еще когда были у меня первые заходы по два месяца, по четыре месяца, уже на тех этапах у нас было глубокое непонимание и мы разошлись, то есть мы развелись официально, у меня нет супруга, и то, что касается Маши, я знаю ее ситуацию, мы с ней общались, и там я ей рассказывала свою ситуацию, то есть у нее достаточно близка к моей была, и я ей давала со своей колокольни какие-то советы, чтобы сгладить эти углы. А опять же, вы можете не ответить, а сейчас вы в каком статусе? Абсолютно свободно. О, вот это хорошая информация для окружающих, прекрасно. Ну, у меня пока нет вопросов и с удовольствием. спасибо вам большое, я просто получил огромное удовольствие от ваших ответов. Благодарю. Сигнал, ты можешь прочитать вопросы, если они еще есть? Если нет, то я вас задаю. не, нет, в зуме нет вопросов. Все спокойно. Ты уже понятно, уже объяснила все прекрасно, я все удовлетворен полностью, мне все понятно. Благодарю тебя. Спасибо Ты нам так много времени посвятила. Спасибо тебе тоже, благодарю. Спасибо.